Всем привет! Спасибо, что пришли ко мне на канал. Я вам открою небольшой секрет. Я очень люблю, когда у меня заканчивается косметика. Чтобы открыть новую баночку, скляночку. Это все мое любимое занятие. Сегодня я хочу вам показать свои новинки. Новинки в моей косметичке. Оставайтесь со мной. Вот, девочки, у меня закончился крем под глаза. И вот у меня новый такой от Сисли. У меня тоже был от Сисли, их против возрастной. Это новый, он вышел, по-моему, год назад. И я прям при вас его буду открывать, показывать. Я только пробовала его когда-то, когда он только вышел. Но не пользовалась так, чтобы видеть результат. Вот такая баночка, конечно, красивая. Это крем-флуид для контура глаз с экстрактом черной розы. Производители заявляют, что он должен бороться с мимическими возрастными морщинками. И что снимает отеки и темные круги под глазами. Вот это вот у меня сейчас такая проблема. Я не знаю уже, что делать, что отеки каждое утро. Мне нравится очень упаковка, что, смотрите, сразу он вышел, потому что обычно надо нажимать 150 раз. Он довольно-таки плотный. Я думала, что он такой, как гель, что-то я уже не помню. Ну, в общем, буду пользоваться. Сделан он во Франции, как и вся косметика от Сисли. В ингредиенты входят, как я понимаю, экстракт черной розы, красного винограда и кофеин. Ну, кофеин вот как бы должен помочь с темными кругами под глазами. Буду пользоваться. Они обещают, что через два месяца как бы вот эти проблемы должны исчезнуть. Буду пользоваться и вам потом обязательно об этом расскажу. Следующая моя новинка – это консилер от Шантакай. А если честно, я даже не знаю, какой цвет. Здесь вот был цвет, неужели он вот так вот стерся? То есть вот эта упаковка не очень удобная. Я помню, когда я работала, очень трудно было вот именно понять, какой цвет. По-моему, у меня нейтральный второй. Тоже он для, как бы, женщин уже в возрасте. Он обещает улучшить вид лица. Как бы это называется корректор-карандаш против усталости. А вот тоже производители заявляют, что он очень стойкий, что покрытие не скатывающееся, что выравнивает цвет кожи. Но то, что он выравнивает – да. Но честно, под глаза мне кажется, я вот уже пользуюсь буквально неделю, и им под глазом, конечно, хочется что-то поплотнее. Тут недостаточно, чтобы закрыть темные круги. Вот такая вот упаковка, карандаш, он очень, знаете, должна вам сказать, когда вот так вот накладываете, надо быстро его растушевывать, потому что он довольно-таки быстро так засыхает. То есть, значит, сделали один глаз, растушевали, сделали второй глаз, растушевали, сделали на лицо, где вам надо, только вот так вот частями. Это вот такое вот то, что я заметила в этом консилере. Здесь входят растительные компоненты, они успокаивают, способствуют улучшению общего состояния кожи и предвращают кожу от старения. Ну, все будем надеяться на это. Купила себе две маски Glam Glow. Это мои любимые из их линии масок. Ну, что я могу сказать? Конечно, это очень активные маски. То есть, сначала расскажу немножко про черную. Я вам должна показать, вот, я вот уже ей попользовалась несколько раз, как девочки ее называют маска похмельная. Ну, я, честно говоря, так, конечно, не могла сказать там на работе или где-то, что это похмельная маска. Поэтому я ее называю маска на выход. Она, конечно, очень эффективная. Отшелушивающая маска. Кожа после нее очищенная, естественно, отшелушенная. Придает сияние. Поры, если вы пользуетесь этой маской вот постоянно, раз в неделю или два раза в неделю, но она регулярно. Вы заметите, как ваши поры очищаются. Я ее люблю утром. Вот. То есть, вечером я накладываю вот эту вот, Глэм Глоу голубую, увлажняющую. И это у меня получается, как будто бы я сходила к косметологу. Потому что вот после этой маски кожа просто замечательно выглядит. Я ее накладываю тонким слоем. И его вполне достаточно. Накладываю на ночь с плюс этой маской. Кожа очень такая увлажненная в результате, напитанная. И она очень-очень вкусно пахнет кокосом. Но не таким вот приторным. А вот именно, я прям вспоминаю сразу Карибы и как там хорошо. Ну, запах просто замечательный. То есть, этими масками я уже пользовалась раньше. В этот раз я взяла такие две маленькие. Они, конечно, не очень дешевые. Каждые 25 долларов стоят. Но, знаете, они на самом деле работают. Очень они мне нравятся. Буду пользоваться. Прямо моя любовь. Для тела вот я взяла Clarence Monster Rich Body Lotion с маслом Shea. У меня, я уже показывала, я пользуюсь La Roche-Pasay. Но хотела что-то такое более люксовое для себя, чтобы порадовать свою сухую кожу. И должна вам сказать, я не помню, чтобы я им пользовалась раньше. Вот. Мне очень он нравится. Просто кожа как-то после использования выравнивается. Эти вот никаких шелушений нет. Немножко так легкое сияние придает коже. И аромат очень приятный. Тоже такой ненавязчивый. Ну, как Clarence. Вся продукция пахнет такими травками, цветочками. Вот. Упаковка очень удобная, красивая, такая стильная. Хорошо все. Что еще хочу сказать. Что в этом лосьоне они используют масла. То есть, да, оно увлажняет кожу этот лосьон. Придает сияние. Но, знаете, он такой довольно-таки питательный. Поэтому, когда его накладываете, надо немножко подождать перед тем, как одеваться. Я бы сразу не стала одеваться. Но я его кладу как бы на ночь, потом после душа. Потом, пока я почищу зубы, сделаю там все процедуры на лице. Вот. Поэтому вот такой вот небольшой минус, что, конечно, надо немножко подождать. Он такой жирненький. А еще хочу сказать, что про упаковку тоже. Что вот очень удобная упаковка. И он стоит вниз головой. Поэтому ничего не надо там выжимать. Когда он заканчивается, там подходит к концу, наверное. Вот. И очень удобно придумали. Вот видите, как там сияет рука моя. И вот хочу еще показать новые духи. Я хотела себе... Это не такая, чтобы, конечно, необходимость. Но мои Chanel Chance Fresh закончились уже давно. И как бы хотелось что-то новое такое. И вот Габриэл. Габриэл от Chanel. Это Eau de Parfume. То есть от Duhi. Какого у меня тут размера? Наверное, 1.7. Это 50 миллилитров. Вот. В нем присутствуют ноты грибфрута, мандарина, черной смородины. Для меня это очень легкий аромат. Я его практически на себе не чувствую. Но когда я заглядываю себе в шкаф с одеждой, там замечательный аромат выходит. То есть на одежде он остается. И вот несколько раз я уже получила комплимент, что ой, что за духи, как вкусно тебе пахнет. Вот. Так что это Габриэл от Chanel. Попробуйте в магазине тестеры, если вам подойдут. Мне так они прислали Духи и кучу разных там пробников. У них еще вышел Coco Mademoiselle Intense, по-моему, называется. Но я еще не пробовала. Вот. Так что вот новые Духи. Новый крем для тела. Мои любимые масочки. Как бы для лица любимого, для тела любимого. Для глаза и консилер. Вот такой небольшой обзор. Надеюсь, вам нравятся мои обновки. И небольшой обзор я дала. И как-то, ну как бы того, что я уже попробовала. Обязательно расскажу вам позже про этот крем под глаза. Как у меня уйдут круги и отеки или нет. Ну, девочки, посоветуйтесь, что вот с отеками делать. Я уже в интернете прочитала, что надо спать на двух подушках. Знаете, помогает. Так повыше, когда спишь. Ну, этот как бы, я заметила, что помогает. Ну, вот что-то я не знаю, что еще. Может быть, какая-то диета есть от этого. Пожалуйста, напишите в комментариях. И я буду очень благодарна почитать, что кому помогло от такой проблемы. Ну, вот на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Я буду очень признательна. Для меня это очень важно. И всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.